всем привет с вами снова и варимом продолжаем бесконечно летом от под названием 27 июня день третий начинается наше боевое приключение а у меня приключение было такой ужас что я тут чуть не стрелялся блин в двух сражают трусы и штаны одновременно блин мы начнем сзади внутрь лена сразу открыла люк как как это я его не заметил ничего мы с антоном тоже не заметит первый раз ну что кто первый я я аккуратно спустился вниз не аккуратно спрыгнул просто спускаетесь теперь и вы хули чинить район прыгнули 2 спустил 2 спустилась лена а за ней алиса а потом шеф вот это коридоры так а весь низовая про условия хорошо она тоже ко мне поближе первом пойду я буду освещать дорогу своим телефоном есть вам не видно то можете включить еще один но только один надо кону ведь мы поняли туда пойдемте после этих слов мы пошли к двери тем же маршрутом что и тогда спустя 10 минут мы оказались в двери в бомбоубежище миновав вчерашнюю дыру сверху никто особо не акцентировал на ее внимание так как все уже знали почему она появилась а вот кошки кошки монстры все еще не наблюдалось потому что она будет только в подземелье а вот и двери в бомбоубежище никого не смущаю что бомбоубежи всего три-четыре метра в глубину когда мы здесь были с антоном нас это тоже смутило мы сами не знаю почему так ясно ну что мужчины наши дверь открывать собирает о боже ну что мужчины наши дверь кого собираетесь или мне опять конечно о чем рейс сейчас откроем вот дабы не стыдиться перед девочками мы шефом очень быстро открыли дверь молодцы но она не тяжело совсем спасибо ага все зашли внутрь и это бомбоубежище какая-то небольшая комната я думаю что за эту дверь и целый бункер соглас собой действительно почему она такое хороший вопрос а еще меня беспокоит откуда здесь свет копак ну ты чего дурку понятно что от генератора колпак это моя кличка от фамилии колпаков а у него шеф от шевчука а ясно а насчет генератора антон прав только от него энергия поступит да не только в этом вопрос кому здравоуме придется придет мыс платить за электроэнергию для освещения никому не нужного здания тоже хороший вопрос ладно не об этом думать надо а двери которые нам надо открыть принципе он вправо она пойдемте а куда вот выход я показал пальцем на вынесенную шефом дверь это это монстры ломал обе девочки испугается мыши поставить смеяться да да даже хлеще машина ладно шучу шеф не помка выломал не помнишь эти рассказывал конечно не помню ты ты мне много чего рассказывал сложно было все запомнить а мне почему не рассказал ребята ребята ждали поэтому я некоторые детали отпустил ладно ребят давайте двигаться дальше все поддержали эту идею и мы направились к шахте машины шеф порадовался когда прозволил чтобы монстром быть машина еще кошки монстра снова не видать не слыхать может это и к лучшему но мне почему-то так не казалось вскоре мы добились до спуска в шахту а вот это я помню там шахта да и там фонариком можно и пользоваться ибо света предостаточно ясно я включил фонарик на телефоне и убрал в карман ага насколько предостаточно что я там фонарь разбил да я тоже это помню а лишь посмотрел на меня с недобритель взгляда ты очень много даже будет должен будешь мне рассказать конечно как только вернемся вот так кто первый ты опять копак да да шаг назад и спустился я спустился шахту и остальные за мной шеф но и спустился самым последним ничего себе и здесь еще и шахта есть да странно это все пока девочки осматривали шахту шеф и пребывал в шоке шеф ты чего он буквально дрожал где мой фонарь долбануться что ли он у тебя вчера разбился вот именно он упал разбился осколков нет я посмотрел под ноги и не обнаружил осколков их и вправду нет это значит что их убрали подобрал это кошка монстр и что она здесь ходит все запаниковали боже не надо ко мне прижиматься я как я буду защищать защитили у меня фонка руках не будешь так алиса страх прижаска не чего нас чего она сама не ожидала чего она сама не ожидала ли он не ожидал стану ой извини да ничего если сажен то я могу тебе под руку взять думать так будет лучше а как ты будешь махаться бы ну хорошо через пару секунд она делать так как я говорю какая же какая же нежную не кожу не то что у меня м может тебя под ручку взять я замечу что сильно напряжение уже не было да я бы с радостью только у меня кота на пуке ну ладно пойдем сюда дальше согласны и я пойдемте мы пошли все тем же маршрутом налево девочки помню что именно таким путем мы шефом нашли дверь налево в течение своего пути монстр не наблюдалось и ребята вели вели себя более-менее спокойно а я думаю о наших солицы отношениях надо же как все изменилось первые дни она она на меня только кричала доводя из себя и меня до слез а сегодня она сама пришла ко мне с извинениями теперь соглашается со всем со всем чем угодно что я скажу она так она пытается забывать свою вину чем я думаю она не виновата она дедоманская а значит она была обледен она дедоманская а значит она была обделена любовью лаской причем с самого раннего детства все мы пришли я перестал думать услышал эти слова шефа ого какая большая дверь еще неприметная папа дай мне быстрее ключ я сам хочу открыть и дверь воздушных буквально горели из-за этого я не мог ему отказать на держи я достал ключ и дверь из кармана и кино шефа а тут успешного поймал благодарю убедись что ключ подходит шеф загорелся еще сильнее отлично он подходит по его включенец карат шеф удалось открыть дверь ведущего в подземный кабинет воу нашему удивлению не было границ это что похоже на кабинет где сокровище видимо его нет что появилось на меня с недоумевающим взглядом то есть как нет а зачем нужны были эти слова по типу я не хочу чтобы кто-то другой открыл эту дверь доспокойтесь про сокровище как я понял водитель водитель ничего не говорил она права возможно здесь есть что-то что тоже имеет ценность согласна ведь мы даже не проверили ну ладно давайте проверим мы полностью зашли внутрь а я попутно вытащил ключ и скважины положил обратно в карман в кабинете было тесно в нем выделялись два стола на которых были несколько папок также сильно выделялся проектор находишься на одном из столов это что проекта на именно шеф отвечал недовольным тоном его можно бы понять ведь из из нас двоих вы именно его жажда приключений манила сильнее чем меня получив ответ лена принес осматривать устройство раз сейчас пользуется таким старьем да это кабинет сам по себе старьем алиса была права в кабинете присутствовал много предметов принадлежавших советских эпохи это был про и и проектор и карты ссср и патрик какого-то военного и много чего другого кстати копак чё тут ты не удивляешься здесь тоже свет есть блин ты прав значит этот кабинет тоже питается от генератора тем временем лена уже включил проектор в розетку но он не заработал похоже что он не работает ладно есть тут и правда что-то есть то предлагаю поискать получше хорошая идея согласно не а я пойду дверь пос посторожу отлично я положил фонку на стол и принялся как шеф солицы искать что-нибудь интересное ребят я кое-что нашла мы шефом подошли к лисе она показана бумаги в папке на которой были написаны всякие приказы поручения а также доклады что вы нашли какие-то военные бумаги с приказами прочим в общем ничего важного а у тебя как дела монстр не видно да нет пока все спокойно ладно продолжаем искать дальше мы с алисой дружники вновь и пошли опять по своими дела мой взгляд упала на две коробки лежавших на полу открыв первое видео все те же бумаги в папках я тоже упила коробку и принес на вторую на которой было написано лампы но меня это не смутило и открыл ту коробку и охерел ёб вашу мать шеф на лист бы сбежать к ним чтоб погреть что я нашел охереть ни хера себе а если мат был совершенно не к лицу чего там опять наши не томите три пистолета и куча магазинов к ним с патронами чего покажите алиса пистолет показал его мнение охерить можно ну вот или она туда же алиса ты уверен что все эти магазины к ним относятся я пока предложил сейчас проверим а если быстро и ловко вытащил магазин с пистолет и сравнил его с другими где он учился клавка врача с оружия они одинаковые надо же откуда здесь столько пистолетов магазинов понятия не имею тем временем алиса подробно изучал взятые пистолет на нем написано смич 11 года к себе нормально отписать был создан на основе пистолета м 1911 по моему 2003 году мы шефом были в полном недоумении алис откуда все такие познания воружки не просто делать нечем было вот и увлеклась этим ясно надо у него об этом подробнее спросить так стоп если пистолеты были выпущены в 2003 году или даже позже то что они здесь забыли в кабинете советских времен хороший вопрос дать искать еще может еще что-нибудь найдем а давайте согласно на олени дать обращать на нас когда что у меня прожить вызов при будет мосток на расстреляют на месте просто мы быстро начали продолжать поиски ребят еще оружие еще серьезно на что у вас натвориться я ошиблась и колесе она нашла еще одну кропку в котором был дробовик и много патронов нему что на этот раз покажите алиса снова название оружие тут еще трава век есть боже куда мы попали на местечко мягко говоря странная алиса на встава осматривать оружие написано ремингтон ремингтон да ну нафиг он настоящий ты серьезно почему-то прописали такое спросил да по ним видно что настоящий а этот настоящий будьте верен ладно и что мы будем со всеми этим делать возьмем да ну не все а иначе не утащим пригласить один пистолет и два магазина они куда легче дробаша согласен они нам пригодятся когда уходить будем кстати начнет уходить мы когда собирались заканчивать а что монстр слышно да нет его пока не слышно но не видно просто чем больше времени здесь на конце типов тем больше шанс что мост появится ли она права давать еще две-три минуты и заканчиваем окей хорошо мы снова приступили к своим дела а быстрый стол я нашел ящик решила кей в нем лежала только одна книга в темно-синем переплете нажали что-нибудь нет ничего то же самое а ты а я нашел иди сюда через секунду моя просьба была исполнена ты открывал нет еще нет чего вас ждал что вы еще там нашли книгу сказал я и показал ли мне свою находку мы еще не читали не только собираемся и открыл первую страницу должен заметить их было не очень много я начну тать дневник и кого же может в эти тире вполне давайте дальше я переносами и увидел фотографию какого-то знакомого здания что это тут текст есть ладно я продолжу читать лагерь савенок был основан в 1937 году стоп если это про савенок то эта фотография воскресе старого корпуса и вправду похож должно быть старая фотка если старый корпус на ней не разрушены ага я уже хотел читать дальше но тут нас всех перевалено ребят кажется я что-то слышала 7 мига оторвались от тени что именно не знаю какие-то шорохи вот вот что давайте кладите в мою рюкзак пистолетные магазины книгу и вами отсюда лена кинул нам свой рюкзак шеф-паник пошел за специально и магазина мы же с вами сожидали через несколько секунд шеф уже был с нами совсем необходимым а по пистолету магазинам давать я не могу ты меня знаешь колпак до зрения шефа пистолет лучше ему не давать дай-ка его мне за в руки взял из рук шефа пистолет и протянуем алисе может вам посмотрел на меня с недопониманием что не в жизни ни разу не стреляла это как не читаю и видеоуроки смотрел черт лет как я помню у тебя спицы там дело получше конечно сам знаешь по получил отлично тогда я тебе пистолет а ты мне катану идет ладно я вас подбежал к ней и мы обменялись оружием а ты же что ты точно умеешь обращаться с ней да будь уверена хорошо так шарики пока прекратить поэтому надо идти сейчас шеф и алиса восприняли это как приказ и стали готовиться шеф надел рюкзак но его остановил алиса погоди давай я его понесу а ты возьмешь фонку иначе тебе и никите сложно будет добиваться от атак будучи нагруженным разумно также подумал шеф согласившись с алисой так так идем тем же состав я антон алиса никита ага и и идем теперь все время вправо-направо да и это тоже она направляемся все согласились и муж и закрыл собой дверь ключ же и оставил себя положив его карман всю дорогу мышцы с опаской так как мы слышали много широк и звуков которых раньше него завернув и за еще один углу я посмотрю назад и увидел силуэт который был вчера ребят бежит она здесь все быстро повернулись увидев то что увидел я быстро побежали вперед а это хуйня бежим все скорее все были страшно пуганы вы в том числе и я в том числе убегая не оборачивайся за во время бега и звать что алиса споткнулась и упала дают моё на каком фига алиса я беру свою что кошка мусор бежит прямо к ней нет она же и убьет я немного думаю на сумму пусть у катал из ножен который потом выкинул и быстро со всех сил побежал колесе одесса я стал перед ней замахну катаем по монстру после своей атаки решил посмотреть на монстра девочка с кошачьими ушами ай не бить меня прошу все увидите все удивились речи монстра а ленышев вооружившись решили подойти поближе у меня не было слов рассмотрел девочку по внимательно что он из левой ноги у нее течет кровь видимо это я постарался ты умеешь говорить да могу она заплакала зачем бить мне не же больно что я вам сделал а я на шеф спрятал оружие а зачем ты на меня обижала я очень редко вижу людей вот хотел пойти поближе так стоп стоп знаете все спокойно обсудим все стали вокруг девочки кошки вас наверно беспокоит что у меня кошачьи уши хвост и когти именно как ты объяснишь я сама не знаю и не помню я очень мало что помню только свое имя не забыла юля сибори растительности я понимаю вашу реакцию но объяснить правду ничего не могу ибо не помню а почему ты вчера нам не сказал что с миром идешь его ли внимательно смотрел на него я тебя и тебя помню вы вчера тоже здесь были я тогда спросил кто здесь а вы заключали убежали а ведь она права мы шефом сами придумали образ кошки монстра поэтому я не ощутил сильную вину на себе его извини нас с антону за то что сделали из тебя монстры и отдельно извини за порез на ноге не улица колонна ну и фантазеры хотя на вашем месте я наверно появился так же аппарат пресс он не сильно болит и как я думаю как я увидела ты защищал человека это очень богород поступок за ним можно простить в легкий порез на копак ты красава ну не в том смысле что юли заде а то что ли защитил ты хоть не хватит и бывает я подумал что во экшен монстр сейчас будем его рига забреть на клинами асов пусть она тут не обреть вот тебе брить мотивово да никит ты молодец еще одна нам по вот не будем это пожалуйста спасибо сказал алиса и крепко обняла меня честно я я думал что она мне поцелуй ну ладно же такая стеснительная вот эти я улыбнулся я же говорил что я тебя прикрою ой юля чё ты молчишь у нас же бинты есть точно а из нас на него хорошо алиса осталась за кабин и отдала мне теперь вязать тебе перри теперь вязать или ты сама на лучше сама она сделал из микробинк и из золотого имрана спасибо не за что поправить действительно не на что и вот так и вот так это ты подобрал мой сломанный фонарь как это твой был ну да и ну да я решил спрятать его в своем особо место особое место до этом запасные наде мы делаю сказать кстати чем-то питаешься здесь по боже здесь растет много хороших грибов а вода в озере настолько чист чистое то можно хоть из него пить что я впрочем и делаю есть сырые грибы что ты их жарю у тебя есть спички или зажигалка зажигалка есть нашел в лесу еще с прошлого лета правда в ней газ закончился и теперь костюм разожжешь ну ничего сейчас же лето и бога она всегда здесь теплая так у нас есть спички алис застань пожалуйста поняла а если выполнял поручение лена и протянула юли ты коробка спичек по сыне же посмотрела на коробке как на дар бошей дико обрадовалась и не знаю а ты есть одна или нет боже мой спасибо вам огромное с этим спички можно целую зиму в тепле будет прожить и он взял спички из рук алисы стала им восхищаться бедная девочка она радится тому что можно прожить зиму в тепле как же потрепала жизнь суша зачем тебе жизнь зима здесь пойдем с нами влаги там те при одену покормят нормально а там и в город везут после моих слов она остаться бы нет нет ты чего не только не туда почему что не так там там хотели меня убить где влаги или в городе и вот так и не понял тебе чтобы не все смысле кто хотел зачем хотел я не не знаю я задрожала так и пытаюсь успокоиться хорошо ладно не постараюсь через парамет она вместе с вами перестала держать и приводу ладно не порядке что это было с тобой дело в том что я вам немного собрала каком смысле мы имя не единственное что я помню из прошлого и что же и что же ты еще что же ты помнишь когда я откуда-то бежал в лесу я направилась соленок на танец эти какие-то люди из оружия зависит меня не начали по мне стрелять слабо как они ни разу попали и спасать их в лесу им и больше их не видела это все что я помню мы были сильно удивлены что сделал происходит у нас лагерь то ключ то кабинет тут и июль ключ кабинет мы о чем да так ни о чем а если шо пока ничего не рассказывать юли и судя палец лицам шефа елена они были согласны с его разрешением и совершением кстати я же вас вчера двоих рядом из двери видео мы все из-за нее пришли чё она догадывается нужно что-то делать вопрос упали под землю 4 здесь шахте а сегодня пришли чтобы на тебя поглядеть ну тогда ладно нам очень поздно что юлия не было 2 ульяны ребят можно вас попросите просьбы какой поговорите со мной мне так хочется душу душу из этих и с вами поближе познакомиться ведь вы меня убивать не собирается так конечно нет мне кажется что эти слова должен был сказать кто-то другой не только я не ну вот я уже кое-что придумал она выскочила на своем место и принесла не принесла на жены это шло это штука будем передать друг друга и сказать по себе будем так знакомиться и имя фамилия возраст особенности и так далее ну ладно отлично ты первый и увлечу нужны шефа были но меня зовут антон шевчук не 16 лет мой день рождения сентября живу живую часть в воронеже и рожусь в 11 класс вот вот во мне нет ничего особенно у меня есть лучший друг никита вот он стоит а также мне есть и она девочка которая очень сильно люблю после этих слов шеф приобрели на поцелал ее нормально так угла на вас серьезно есть такое этим постуком шеф поставил меня перед непростым положением шеф сказал про свою любовь следовательно и мне надо как же я боюсь хоть на что хоть наши наши совесть наладились но я все еще не уверен что она любит меня да я на говорю про взгляд но человеке судя по его поступкам когда я ее спас она она просто мне вам не может еще не время теперь пришла очередь лены мне зовут не на тихо мне 16 лет мой день рождения 18 февраля ними цвет филе это какими волосы кстати них это я их покрасила не стоит думать что это мой естественный цвет живут также воронеже учусь в колледже ну как-то уже понял мой сантоши пара да это уже на это уже мне ясно и она передала нужно мне у меня зовут никита купаков мне 17 лет мой день рождения 27 июня живой учусь там же где антон воронеже мы еще в одном классе учимся а почему 27 июня если честно не не подумал даже почему название 27 июня когда антон не трое родный брат девочки были неудоумение выбрать и выбрать и так почему я ничего не рассказывал но мы мало кому рассказываем честно мы про это этот час забываем забываете да что будет блин он зря не рассказал пока лена и шест спорили алиса ткнул пальцем мое плечо и обернулся нас не знаю что вы еще и братья бывает слушай может не нужно отдать просто тоже здесь тоже хочется домой это это девочка не поймет сама через многое что прошло конечно я отдал ей нужно но про тебе я не забыла мы с вами обязательно говорим она сказала это долей шалости хорошо а из этого дойдет для нас такой моим среди снова под него за счет алиса алина шефом перестали спорить не зовут алиса за через камень 17 лет мой день рождения 23 мая и учись и живу в воронежном интернате в интернате дамы родители их нет погибли когда мне было не больше трех лет конечно мне остались родственники но они сразу дали мне в детдом уже ты мой ну и сволочи а ты держись ага а я уже был не состоянии смотреть на лицо алисы поясного ведь ее запах на лицо но его не было лис не плакала конечно она была грустная но уже без слез на глазах значит она пересела себя молодец а если вам нужны юли так мне зовут юля мне в общем это так же как и вам наверное это и самая настоящая самый особенно среди вас внизу и ушки хвост после этого не особо верю что юли 16 нас и ибо она хвалила свои особенности как маленький ребенок эй скажи стомин когда ты стала остановить свою жизнь в облике кошки сколько времени прошло может где-то нет 56 все были в шоке получается ты стала такой в 11 лет участь это все это время ты не выходила дальше этого корпуса не конечно друг убьет да да хватит тебе там нет никого такого кто убил бы тебя ну ну вон даже никит хотим не зарубить я же не знал и не видел я с вами пойду за может мы тебя что-нибудь принесем интересовалась что же ну форму пионерской еды всякой которую найдем может еще что-нибудь а что не паханье и спасибо вам ну мой ведь ничего еще не сделали но сделайте же конечно вот здорово то дать я вас провожу ладно все ночи собираться никит держи она дала мне нужно я уже был хотел положить их в них кантану на блок крови и июля это видео дай потру его свою майку и мне все равно равны но я патрую свою майку вниз нее все равно менять и симфон принесете я пока не решался давать и кантану не бойся не буду использовать его против тебя ты же мой друг ну ладно я все же отдал ей оружие а вы протерла и и на нем не осталось ни одного кровавого следа спасибо мощнее лишь никого думаю что больше не буду я стал каталом в ножны и мы начали выбираться из старого корпуса вместе с юлей она шла сама первая и это рассказано право бомбу вещи то спрашиваю нас о чем-то но так как она не говорю ничего нового и не спрашиваю чего важно то я особо не то я не особо слушался зато я смотрю на лицо лица она же не выражала грусть а скорее спокойствие и еще и еще спросить ее о этом они все нормально ну да а что такое просто ты ты про то что почему я не плакала ого прям с языка с него да я просто смотрел на юрий задумалась она прожилась в втором корпусе 5 6 лет совсем одна и и в очень плохих условиях боясь ведь у люди но она улыбается не стал как-то стыдно что ли родители не глаза я понимаю что у меня не все так плохо у у меня есть еда вода крыша нога у дьянка вену с антоном и конечно у меня есть ты поплыли поплыли она взял меня за рукой прижалась ко мне человек это понимать не лучше всех спасибо тебе но вы надо давайте скажите эти слова мы это так ждем вообще-то она нежная мягко поцелом не щелку я сильно удивился и покраснел впрочем так и алиса не за что такой красный когда смущаешься ой на себя бы поглядела смысле я тоже ну и ладно подумаешь это естественно полностью согласен знаешь а я передумал да сразу после того как выйдем отсюда либо ко мне либо к тебе пойдем поговорим а как же предметы точно забыла ну мы поговорим немного а потом пойдем на склад и там продолжим идет идет только надо ключи сначала взять у вас с вами хоть да успокойся этот замок не на раз-два открою и без ключа те ты всему это научилась снова делать ничего было именно ну и отлично не надо быстро напрягать ага а то она как белка крестья вскоре мы дошли мы дошли сначала до бума убежища а затем и до выхода вот мы вышли мы заметили судя по следу еще долго доложено сколько-то времени я посмотрю свои электронные часы 3 часа 24 минуты еще нормально успеем доложено и на склад сходить до скором мы мы не новые друзья пока я к тебе садится еще придем сегодня так что жди обязательно ладно ладно пока и пока и вам всего доброго то чего не пойти она еще долго стоял смотрел нам свет отойдя старого корпуса на значительное расстояние мы все стали обсуждать слушаясь внизу да уж не ожидал я такой соль от юри на бедная девочка и все же почему не стал такой ну может геноинженерия вполне только где лаборатория лаборатория да есть это результат работа геноинженера то все должно было происходить в лаборатории ясно а может а можно в книге про это написано сайте до рейс достань книгу пожалуйста угу он стал книгу как я просил и перила мне так мы остановились на первых страницах да и мы тогда не дочитали так чего там читали я же не видел просто про старый корпус вот смотри шовка за пальцем денег куда надо и смотри ага нашла это старый корпус так выглядит да фотка старая понятно я начну да давай я надо читать этот коробок был заброшен сидеть с реконструкции лагеря в 1971 году ну эту песню уже все слыхали да что-то так себе инфа что на следующей странице сейчас узнаем я перебью на страницу на ней было много текста и одна фотографика того какого-то ученого кто это какой-то федор иксиев иванович ученый в области химии и биологии опана после этих слов все кроме меня тяжело вздохнули чё это с вами просто и много чего произошло хочется отдохнуть из всего это ведь нам следующее в библиотеку идти переводить шифр да и я думаю что это будет долго а мы с никитой пойдем на склад за всякими штуками для юрий нас чем можно больше поговорить как знаете ну тогда завтра почитаем ага из моих рук книгу положил я обратно рюкзак так давайте зайдем в доме к никите антона и я там рюкзак оставлю здесь в газе слена и мы направились к пункту назначения конечно этому пожалуй остановиться до них от нуткой небольшое приключение которое окажут ничего экшен не происходил не происходило а просто мы побродили встречи июля когда мы все такого ожидали всякого разного вроде те понятно иначе и на ней проводили опыт герной инженерии мое есть то написано химик биолог это уже все ясно понятно что же юля уже полу-человек полу-кошка неожиданный пород давайте это мы сестра все спасибо за просмотр подписан с канал с вами снова вален и это бесконечное лето мог под названием 27 июня день 3 середина дня всем пока